Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, настоятель храма богоявления в городе Ярославле, преподаватель Ярославской духовной семинарии и кафедр теологии Ярославского педагогического университета. Мы продолжаем наш цикл лекций, посвященных божественной литургии. И после достаточно большой вводной части, в рамках которой мы поговорили, собственно, о том, как исторически складывалось само это последование, мы начали говорить о литургии как таковой. Наше прошлое занятие, можете обратить на него внимание, было посвящено, собственно, вопросам, связанным с облачениями духовенства. Сегодня же мы поговорим уже о непосредственной литургической части, литургическом компоненте и составляющей. Мы поговорим сегодня с вами о входных молитвах и проскомидии. В современной практике верующий христианин, приходя в храм, видит, что все уже готово к богослужению. Собственно, священник уже давно в алтаре или же, например, совершает таинство исповеди. Хор стоит также в полной готовности и кто-то, например, уже либо готовится, либо уже начал читать часы. Соответственно, скажем так, пройдет вот несколько, может быть, минут или секунд и богослужение начнется. Эта логика в древности выглядела совершенно иначе. Как правило, богослужение начиналось с собрания верующих в прямом смысле слова. Сначала люди приходили в храм и после туда входили священнослужители. Это связано не с тем, что они опаздывали на богослужение или были каким-то образом нерадивы. На самом деле, мы будем неоднократно говорить в рамках нашего курса, что динамизм византийской литургии, собственно, и тех чинов, которые сохранились в практике и которые нам известны, литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, связан во многом с динамизмом крестных ходов, то есть торжественных процессий, которые, как правило, предваряли какие-то особенно знаковые богослужения. Например, под особенно важный праздник ряд такого рода процессий из разных уголков Константинополя стекался в единую молитвенную реку и, соответственно, вот они подходили к вратам храма, которые, кстати, замечу, и назывались царскими, то есть изначально царские врата не иконостасные, а, собственно, храмовые. И мы видим, например, у святителя Иоанна Златоуста описание того, с каким трепетом люди относились к ним, как к святыне, то есть, например, крестясь и целуя врата, благодаря которым они могут попасть внутрь храма и получить участие в священно-действии. Так вот, все собирались при входе, да, и далее, собственно, либо могли входить сначала основная часть верующих и за ними процессия священнослужителей, мы и в современном крестном ходу наблюдаем похожего же рода логику, когда, например, сначала идут хор, младшее духовенство и за ним только старшее, либо же все, подходя, совершали входную молитву и входили, например, предстоятель, да, может быть, архиепископ Константинополя или с определенного момента патриарх константинопольский, и, например, император. Соответственно, древняя логика, повторюсь, в том, что собрание ожидает входа священнослужителя. Замечу, что в современной литургии мы можем увидеть отголосок этой древней практики на архиерейском богослужении, когда также все собраны и ожидают епископа, он входит в храм и начинается богослужение, но до определенного этапа он не входит в алтарь. В практике современной большинство из верующих не видят входных молитв духовенства, если это не архиерейское богослужение. Совершаются они за некоторое время до начала службы, потому что священнику далее в алтаре необходимо будет совершать парскомидию. Собственно, для этого необходим определенный временной зазор. В, например, период чтения часов уложиться здесь решительно невозможно, поэтому, конечно, священнослужители приходят значительно раньше начала службы. Соответственно, подойдя к царским вратам, теперь уже в том смысле, который мы имеем в виду сейчас, то есть к вратам иконостаса, священник и, если есть, например, диакон, совершают эти молитвы вместе. Они выглядят достаточно обычным образом, это начальный возглас «Благословен Бог наш», «Тресвятое по Отче наш», чтение тропарей, на которых, собственно, священнослужители будут прикладываться к иконостасным образом Спасителя и Божьей Матери. И главным здесь является, с одной стороны, чтение молитвы, входа. Это достаточно краткое молитвословие, которое звучит следующим образом. «Господи, не спошли руку Твою с высоты святого жилища Твоего, и укрепи меня на предстоящее служение Тебе, чтобы я, не подвергаясь осуждению, предстал страшному престолу Твоему и бескровное священодействие совершил. Ибо Твоя сила и слава во веки веков. Аминь». Здесь мы можем с вами заметить, и точнее, заметим, скорее, наверное, даже в наших последующих лекциях, что мотив молитвы о неосужденном предстоянии перед престолом будет возникать в литургии несколько раз. Это, кроме всего прочего, свидетельствует о том, что литургийное последование, этапно усложняясь и разрастаясь вокруг центра, вокруг молитв анафоры, всё далее и далее отодвигало вот этот момент входа к престолу, так что следы этих предшествовавших элементов так до сих пор и остались в последовании. Мы, повторюсь, увидим их ещё как минимум дважды. Также из важных моментов здесь, безусловно, нужно отметить испрашивание прощения, которое осуществляет предстоятель перед всеми, перед началом литургии. То есть после чтения данной молитвы священник поворачивается в сторону прихожан, тех из них, кто уже, например, пришёл к этому моменту времени, и испрашивает прощение, так как высота данного таинства, безусловно, заключена ещё и в том, что оно есть таинство любви, мира и согласия, и приступать к нему с немирным сердцем решительно невозможно. После этого священнослужители входят в алтарь, читается фрагмент пятого псалма «Внеду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему в правде твоей», целуют престол, и, собственно, дальше происходит облачение духовенства, и начинается праскомидия. Паскомидия – предуготовительная перед литургией часть, в рамках которой, собственно, хлеб и вино приготовляются для совершения богослужения. Нужно заметить, что это такое священнодействие, которое оказывается в очень странной, своеобразной, двойственной ситуации. С одной стороны, о нём все слышат и, более того, принимают в нём, пусть опосредованное, но участие. С другой стороны, оно происходит абсолютно закрыто в алтаре, и никто, в общем-то, из мирян не является его свидетелем. Участие в праскомидии все мы, верные, принимаем через банально то же самое подание записок, написание имён, через которое мы на самом деле участвуем в очень древней практике. В своё бы время мы приносили бы к праскомидии, собственно, те дары, на которых мы бы хотели, чтобы и совершалось сегодня богослужение. То есть, мы приносили бы свежие нами выпеченные хлеба и амфру с вином. Из них, собственно, младший клир, например, декана, осуществляли бы выбор, смотря на эти хлеба и делая вывод о том, что вот данный один из них лучший и подходит нам самым однозначным образом. Всем остальным мы тоже найдём какое-то применение, но, собственно, в рамках литургии будет участвовать именно вот этот хлеб, именно вот это приношение. Ровно таким же образом поступили бы они и с вином. Посмотрев на него, обратив внимание на его качества и свойства, и тоже что-то бы конкретное выбрав. На данном этапе мы припоручаем такого рода подготовку и выбор самому клиру, то есть, собственно, мы не заботимся о том, чтобы были испечены просфоры и чтобы было принесено вино. Собственно, теперь это задача церковнослужителей, но мы стараемся участвовать в этом хотя бы опосредованно. Как раз вот через наши жертвы, через наше написание тех самых имён, тех самых пресловутых записок, тем не менее, участие в Проскомидии мы принимаем. Как священнодействие Проскомидия, которая, собственно, переводится как принесение или подношение, имеется в виду вот как раз тех самых от народа даров хлеба и вина, которые станут телом и кровью, является собой прекрасный пример, иллюстрирующий один из базовых законов литургического развития. Их обозначает в одном из своих исследований один из литургистов, Антон Баумштарк. Собственно, он звучит следующим образом. Исконно утилитарные литургические действия со временем приобретают символическое значение. Переговорив это на бытовой язык, мы имеем в виду совершенно простую вещь, что действие, которое носит исключительно бытовой характер и ничем иным изначально не обусловлено, с течением времени в рамках долгой логики литургического развития обязательно обрастет определенного рода сакральностью. Например, священнослужители моют руки перед началом службы. Это совершенно очевидный жест самого простого утилитарного гигиенического значения и свойства. Но с течением времени, например, омовение рук будет сопровождаться чтением соответствующего псалма, который говорит о том, что я омываю не только руки, но и определенным образом духовно готовлю себя вот этому самому участию в богослужении. С проскомитии произошло ровно то же самое. Более того, замечу, что данный общий закон конкретизируется в два частных случая, которые могут быть описаны как вербализация ритуала. То есть, если у нас есть определенного рода действие, есть какой-то ритуал, он наверняка обрастет каким-то молитвенным текстом. И обратный процесс, который называется не иначе как ритуализация слова. Если у нас есть некое молитвенное прошение, велика вероятность, что на определенном этапе оно скорее всего будет подтверждено каким-то конкретным действием. Проскомития яркий пример и того, и другого. Свой путь от бытового к сакральному действию проскомития начала достаточно поздно. По всей видимости, мы не можем говорить о ней как о каком-то системно развитом ритуале раньше 8 века. Однако до этого какие-то, скажем так, самые общие проскомедийные формы, безусловно, существовали. То есть, люди, конечно, приносили свои дары к службе, и из них, повторюсь, священнослужители осуществляли определенного рода выбор. Замечу, что практически таким образом это выглядит и в современных нам дохалкидонских церквях, которые, ввиду того, что с 5 века прекратили свое общение с православными церквями, в ряде случаев сохранили достаточно архаичную обрядность, которая с течением времени в православных церквях претерпела определенного рода развитие, а там, в общем-то, стабилизировалась в каких-то достаточно ранних формах. Например, у коптов так называемую условную проскомедию мы можем видеть в том, что люди приносят к богослужению и складывают в общую корзину свежеиспеченные хлеба, выходят двое служителей, которые, собственно, осуществляют систематический выбор, перебрав всю корзину. То есть они берут два хлеба и избирают один из них и откладывают другой. Берут еще один хлеб и теперь сравнивают два этих, откладывают один и избирают другой. Их двое для того, чтобы это было солидарное мнение, чтобы не оказалось, что, например, какой-нибудь отец-архидиакон благоволит кому-то из прихожан и специально выбирает его хлеб, пренебрегая всеми остальными. Итак, вдвоем они переберут эту корзину, изберут один единственный хлеб, продемонстрируют его собранию, как бы утверждая свой выбор принятием его от лица всего собрания. И далее Евхаристия будет совершаться на нем. То есть в некотором смысле это тоже обряд, это тоже проскомедия, пусть в совершенно иных формах. В рамках же православного обряда, повторюсь, что где-то примерно с 8 века в текстах, приписываемых патриарху Герману I Константинопольскому, мы видим указания на то, что определенным образом перед литургией уже есть некое священнодействие с хлебом и вином. Хотя вино, как правило, в ранних текстах практически никак не упоминается как отдельный объект для такого рода священнодействия. Священнодействуют с хлебом, с вот этой самой просфорой. По VI-VII веку в текстах мы видим свидетельство о том, что принесенный хлеб уже надрезается крестообразно, для того, чтобы впоследствии его удобнее преломлять. А как раз в текстах псевдо-патриарха Германа мы видим, что из просфоры начинают изымать центральную часть, так называемую агничную. Здесь, в наименовании данной части, мы видим отсыл к ряду библейских текстов, то есть, собственно, к образу Христа как агнца Божия. Соответственно, это и апелляция к текстам исхода, где жертва агничная позволяет Израилю избежать смерти, избежать казни первенцев. Это, собственно, и слова пророка Исаии, к которым мы сегодня с вами обратимся к 53 главе. То есть, агнец становится той самой частью из данной просфоры, над которой будет совершаться священнодействие. Вся остальная часть данного хлеба получит название антидор или вместо дария. То есть, собственно, то, что не является тем самым даром тела Христова, но, тем не менее, по сродству своему, так как это все некогда единая часть одного и того же хлеба, она имеет некое освящение. Впоследствии антидор будет дробиться на части и по завершении литургии преподаваться верным. Эта практика до сих пор существует во всех грекоязычных церквях, имеет место она и в ряде приходов славянской традиции. Проскомедию в современном, проработанном, завершенном и понятном, известном нам виде мы видим в текстах примерно с 13 века. При этом замечу, что в своих наиболее ранних формах, как об этом свидетельствуют, собственно, исследователи литургии, проскомедию, по всей видимости, совершали декана. Хотя в ее полном и разработанном чине, безусловно, священодействователем здесь является священник. Говоря о пути развития вот этих, скажем так, прото-проскомедийных чинов, к такому сложному и разработанному ритуалу, напомню, приходит только православная церковь. Как на христианском востоке, собственно, в церквях дохалкидонской традиции, так и на христианском западе, собственно, мы никакого такого разработанного чина не видим. Есть разница не только в разработанности, кстати, чинов, но и в самом веществе таинства. Наверное, достаточно широко известен такой факт, что, собственно, православные церкви совершают богослужения на квасном хлебе. В то время как церкви латинской традиции, собственно, католическая церковь и большинство протестантских динаминаций совершают богослужения на хлебе пресном или обладках. Собственно, названия у него целый ряд, это может быть и гости, и другие их наименования. Для определенного момента времени разница в подобного рода подходах, в общем-то, не воспринималась как нечто критичное, и разные части христианской церкви, в общем-то, имели серьезную разницу в такого рода ритуалах. Нужно заметить, что, повторюсь, она наблюдается не только между православными церквями и Западом, но и православными церквями и Востоком. Например, также совершенно естественно и традиционно для православной церкви разбавлять евхаристическую чашу вина водою. В то время, как, например, для той же самой, из наших ближайших соседей, армянской церкви данная практика совершенно неприемлема. Более того, нужно заметить, что как в общей логике литургического развития мы видим, как масса совершенно разнообразных местных чинов с течением времени, все более и более универсализуясь, сходится в несколько каких-то наиболее крупных и устойчивых форм, ну то есть, например, вот на всем православном Востоке из всего многообразия литургий. У нас сохранились, в общем-то, литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста как основные и как крайне малоупотребительные литургия апостола Иакова в ее греческом изводе и литургия апостола Марка, практикуемая в Александрии. Собственно, на Западе это выглядит точно так же, из огромного количества обрядов в конечном итоге вызревает римский обряд, который, придя в форму тридентской мессы, станет общеобязательным и единственным употребительным практически за редкими-редкими исключениями для всего западного христианства на долгие столетия. С вариантами практики подготовки даров к литургии происходит практически то же самое. Изначально это выглядит достаточно разнообразно, есть общины, которые служат на пресном хлебе, есть те, которые служат на квасном, есть те, которые разбавляют вино, не разбавляют вино, но с течением времени каждая из этих обрядностей будет получать внутреннее, свое внутриконфессиональное подтверждение определенными богословскими тезисами. Соответственно, практики другие будут отвергаться не только из практических, но теперь уже и из богословских соображений. Так можно сказать, что для XI века одним из главных нервов напряжения и конфликта между западным и восточным христианством был вопрос как раз о служении на пресном или квасном хлебе, который стал одним из катализаторов великой схизмы, собственно, раскола христианской церкви на православную и католическую. Замечу, что православная традиция, исходя из греческого текста Нового Завета, и настаивает на квасном хлебе. Ввиду того, что термин «артус» обозначает, как кажется, собственно, именно такой вариант хлеба, когда опресноки, собственно, называются в греческом варианте «азимус», и отсюда делается вывод, что если бы авторы евангельского текста хотели бы сделать однозначный упор на том, что Христос совершает тайную вечерю на опресноках, они бы использовали совершенно конкретную форму слова. Критики данного подхода не могут не заметить, что для Нового Завета и, собственно, даже шире, можно сказать, для библейского текста на греческом, то есть имея здесь в виду и текст Ветхого Завета на греческом языке, вариант септуагинты. В общем-то, не характерно выделение термина «артус» только для квасного хлеба. Происходит это впоследствии в дальнейшей истории развития языка. То есть, например, в том же самом второзаконии мы увидим, что при обозначении опресноков они обозначаются через тот же термин «артус». Поэтому, собственно, здесь скорее дискуссия уровня местных традиций и тех конкретных обрядовых форм, которые сформировались в той или иной поместной церкви. Повторюсь, для всей полноты православной церкви совершенно общеприемлемо и традиционно совершать литургию на квасном хлебе. Вне зависимости от того, квасным или пресным является данный хлеб, все христианские конфессии служат на белом пшеничном хлебе. Относительно вина, в абсолютном большинстве случаев используется традиционно красное вино. Говорю о абсолютном большинстве в том смысле, что такого рода решения, как правило, никогда систематически не описываются, а являются как раз определенного рода общей традиционной базой, которая такова ввиду общей распространенности и древности традиций. То есть никакой нормы, которая указывала бы, что вино должно быть только красным, с одной стороны не существует, с другой стороны весь объем церковной традиции явно об этом свидетельствует. Как правило, богослужение в большинстве случаев и в большинстве православных церквей совершается на красном сухом или полусухом вине. И вот здесь русская традиция серьезным образом отличается, так как мы служим на полусладких, сладких десертных винах. Связано это ни с чем иным, как с особенностями климатическими. Собственно, в нашем с вами климате, совершенно ни для кого не секрет, виноград не растет. Если мы не берем в расчет какие-то наши южные регионы, то, собственно, основная часть российских территорий совершенно к этому не приспособлена. Поэтому вино необходимо транспортировать. Для своего момента времени, конечно, никаких особенных вариантов, скажем, улучшающих консервацию данного напитка или ускоряющих, собственно, его перевезение не существовало. Поэтому, если транспортировать сухое вино, крайне велика вероятность, что за время транспортировки оно превратится в винный уксус. Для того, чтобы этого не произошло, в него необходимо добавлять сахар. Тогда за время транспортировки сахар продолжат участвовать в брожении. С одной стороны, это некоторым образом повысит крепость, ну и, соответственно, однозначно повысит сладость этого вина. С другой стороны, оно не испортится. Вот таким образом внутри нашей традиции когор, как один из вариантов подобного рода вина, стал, ну, можно сказать, практически общеупотребительным. Идея разбавления евхаристической чаши водой, которая, собственно, осуществляется как раз, во-первых, внутри проскомидии, то есть мы берем просфору, изымаем из нее агнец, надрезаем его крестообразно, полагаем на дискос, после этого в корец, в какой-то определенный сосуд наливается вино, добавляется немного воды и такого рода состав выливается в потир. Впоследствии, да, уже ближе к завершению богослужения и ближе к моменту причастия, в потир в достаточно большем объеме будет добавлена горячая вода, так называемая теплота. Этот обряд мы обсудим с вами непосредственно в свой момент времени, но хочу заострить ваше внимание, что вот мы видим как минимум дважды добавление в чашу воды. В первый раз внутри проскомидии символически, второй раз в рамках добавления теплоты уже в достаточно ощутимом объеме. Связано это, с одной стороны, конечно, с непосредственным свидетельством евангельским. Мы читаем с вами в евангельском тексте, что в момент, когда воин Копием прободает ребро Христова, оттуда истекают кровь и вода, и, соответственно, подчеркивая, что таинство Евхаристии есть, безусловно, таинство нашего благодарения Богу, но это таинство тела и крови Христовых, то есть в рамках него мы вспоминаем смерть и воскресение Христа, поэтому, собственно, и вода, и вино используются исключительно из данной параллели. Но у всего этого есть и свое культурное измерение. Заметим, тот же самый евангельский текст читают и те церкви, которые такого рода практики не имеют, которые не разбавляют евхаристическую чашу. Происходит это еще и потому, что в греческом мире, в принципе, употребление вина без воды было признаком варварства. Это подчеркивалось от самых архаичных времен еще на мифологическом материале, мы можем тут обратить внимание на тексты, связанные с Гераклом, истории, собственно, про кентавра Хирона и далее, далее. То есть никогда ничем хорошим употребление неразбавленного вина в этих мифах не заканчивается. И, соответственно, в греческой культуре признаком цивилизованного человека является употребление вина разбавленного. Это было совершенно не так в иных культурах, и поэтому эллинистическая, скажем, шире, да, может быть, не только греческая, но эллинистическая традиция будет настаивать на такого рода разбавлении, в то время как, повторюсь, например, дохалкидонские церкви далеко не всегда будут это делать. При всей общности обряда Проскомидии в православных церквях, тем не менее, есть и определенная своеобразная местная специфика. Ну, например, все используют разное количество просфор для совершения Проскомидии. Просфора, собственно, также переводится как приношение. Тот самый хлеб, из которого будет изъят агнец и в ряде случаев, и некие дополнительные хлеба. Я говорю про ряд случаев, имея в виду греческую и славянскую богослужебные традиции. В рамках греческой традиции это Просфора одна. Это достаточно крупный хлеб, на котором стоит печать, изображающая все изымаемые из этого хлеба фрагменты, то есть центральная часть агничная, частица, посвященная Богородице, чинам святых, живым, усопшим. Все это расположено на этом одном хлебе. Из него будет вынут агнец из середины, и, собственно, из боковых частей будут изъяты все остальные частицы. Сам же он, как антидор, и будет раздроблен и роздан в качестве того, что, например, у нас используются как маленькие Просфорки. Вот этот антидор в греческих церквях будет раздаваться верующим. В нашей традиции мы используем пять Просфор. Нужно заметить, что это число с течением времени тоже видоизменялось. Например, в ранних новгородских последованиях мы видим упоминание трех Просфор. В старообрядческой традиции, которая, соответственно, фиксирует до Никоновскую практику, этих Просфор семь. В рамках нашей традиции, как раз после патриарха Никона, однозначно оформившейся и закрепившейся, этих Просфор пять. Замечу, что никакой принципиальной разницы, хотя, конечно, нужно заметить, что старообрядцы за данное количество Просфор стояли так же, как за двоеперстие и хождение крестных ходов в правильную с их точки зрения сторону и далее, и далее, но никакой объективной разницы в этом обрядовом решении нет. Ну, например, с точки зрения патриарха Никона пять Просфор совершенно естественны для использования на Проскомидии, потому что пятью хлебами Христос накормил пять тысяч человек. Нужно заметить, что мы, конечно, можем вспомнить и другой евангельский фрагмент, когда четырьмя хлебами Христос также кормит тысячи народа. Но вот в традиции зафиксировалось таким образом. Итак, перед началом Проскомидии у нас с вами пять Просфор, налитое красное, разбавленное немного водой вино. Все это нам необходимо определенным образом расположить на жертвеннике, где уже стоят подготовленные сосуды. То есть священнослужители, войдя в алтарь, совершив входные молитвы, целуя престол, облачившись, омыв руки, извлекают откуда-то из соответствующей, например, алтарной ниши, в ней хранящиеся священные сосуды, располагают их на жертвеннике, достают Просфоры и вино, и вот они готовы к совершению Проскомидии. Что это за сосуды? Здесь перед нами также с крайне раннего периода, можно сказать, что, собственно, с начала истории христианской церкви как таковой, представлены потир и дискос. Собственно, они в нашей традиции звучат так экзотично, и имеют какие-то прям свои наименования, в то время как по-гречески это обозначает не что иное, как чаша и тарелка. То есть, такого же рода наименования мы увидим, например, и в западной традиции, когда тарелочка для того, чтобы на ней полагать как раз евхаристический хлеб, будет называться потеной, то есть это будет тоже переводиться как блюдо. О самом раннем характере данных сосудов свидетельствует, собственно, логика таинства. То есть, для вина нам в любом случае необходимо некое его вместилище, то есть какой-то сосуд. Аналогично и для того, чтобы располагать хлеб, нам тоже какой-то сосуд необходим. Форма их, безусловно, с течением времени менялась, равно как и материалы, из которых они изготавливались. Понятно, что для самого раннего этапа, для церкви в гонениях, формы эти были крайне просты. То есть, собственно, это могли быть, скорее всего, керамические сосуды, но от них, конечно, с течением времени понятно, что ничего не сохранилось. Это не более, чем наше предположение. В регионах, например, несколько более северных, мы однозначно можем свидетельствовать, что на определенных этапах для изготовления евхаристических сосудов используется дерево. Ну, то есть, собственно, у нас в русской традиции деревянные евхаристические сосуды были достаточно распространены. Более того, в некоторых церковных исторических музеях вы можете увидеть их до сих пор. Хотя, безусловно, в практике они давным-давно не применяются. Здесь есть своя специфика. Дерево с течением времени, как бы оно ни было обработано, безусловно, оно изнутри выкрашивалось олифой, как-то обрабатывалось, но начинает все равно абсорбировать жидкости. И, соответственно, наливая вино в деревянную чашу, мы понимаем, что какой-то его объем все равно будет в ней всегда оставаться. Понятно, это не очень корректно с точки зрения соблюдения вот этой святыни крови Христовой, поэтому деревянные сосуды, конечно, не лучшее решение для вообще как бы евхаристического обряда. Говоря о потирах, о чашах, нужно заметить, что в своих ранних видах они достаточно серьезно отличались от той формы, в которой они существуют в данный момент. То есть сейчас, когда мы говорим о потере, мы имеем в виду сосуд типа кубка. То есть это, собственно, сама по себе чаша. Далее достаточно большая ножка и широкое основание. Он максимально задуман таким образом, чтобы ни в коем случае, случайно, дотронувшись, толкнув или что-либо, какое-то неаккуратное действие совершив, он не был пролит, чтобы его содержимое было в максимальной сохранности. Древние потиры никакого широкого основания и никакой ножки не имели. Они выглядели непосредственно как чаши. При этом, замечу, существовали даже варианты чаш с ручками. Иногда этих ручек могло быть две. Такого рода потир получал название кротира. И очень оригинальное и непривычное для нашей традиции решение, но до 9-го примерно века потиры часто были стеклянными. Это, безусловно, связано с общим уровнем развития стекольного производства в Римской империи, то есть стекло было достаточно распространенным материалом. Выглядели они от очень простых форм до очень сложных и эстетичных, но, собственно, с течением времени, конечно, от них отказываются ровно ввиду самого главного недостатка любого стекла, то есть, собственно, его хрупкости. Замечу, что наиболее распространенным материалом для евхаристических сосудов в конечном итоге станет металл. Серебряные, золотые, позолоченные, то есть, собственно, из любых видов и форм металлов изготовленные евхаристические сосуды в конечном итоге вытеснят всех своих конкурентов из дерева, керамики, стекла и любых других материалов. В современной практике, например, русской православной церкви, где бы вы ни оказались, принимать причастие вы будете абсолютно точно из металлической чаши. Уж какой конкретно металл будет здесь использован, сказать сложно, это зависит, конечно, от того или иного прихода, те же самые резницы, например, Успенского собора, Московского Кремля или Успенского собора, Ростова Великого, каких-то древних центров могли бы похвастаться в свое время и золотыми сосудами. Понятно, что на современном этапе такого рода реликвиями похвастаться, наверное, не может никто. Но серебро и другие материалы для такого рода высокого служения, конечно, используются до сих пор. Говоря о дискосах, замечу, что современный дискос это тарелочка, также имеющая ногу и широкое основание. Это позволяет священнослужителю удобно брать его не за край, а вот за эту самую ногу во время священнодействия. При этом древние дискосы никакого такого основания не имели и были просто плоскими тарелочками. В традиции мы наблюдаем их, ну как вот уже какие-то все-таки доступные нам сохранившиеся артефакты, где-то примерно с 4 века и далее. Как правило, и потир, и дискос получают какое-то художественное осмысление в определенных христианских мотивах, то есть на них либо пишут соответствующие священные тексты, либо размещают соответствующего рода изображения. Ну, например, на дискосе в русской традиции чаще всего изображают сцену Рождества Христова, имея в виду, что вот они, собственно, те самые ясли, в которые полагается младенец. То есть вот он, дискос, на который будет поставлен вот этот агнец, изъятый из просфоры. Кроме двух данных основных сосудов, есть ряд, скажем так, дополнительных, которые тем не менее играют тоже важную функцию в рамках проскомидии. Когда священнослужитель, изъяв агнец, поставляет его на дискос, далее, соответственно, изъяв частицы из других просфор, располагает их на дискосе также, сверху все это накрывается звездицею, состоящей из двух планочек, которые соответствующим образом скреплены друг с другом в середине и загнуты к краям. То есть, звездица, поставляемая на дискос, таким образом, как бы прикрывает агнец от какого-то воздействия. Впоследствии, когда все это будет накрыто воздухами, ткань как раз не будет взаимодействовать с евхаристическим хлебом. То есть, звездица создаст вот тот самый зазор пространства для этого. Сама по себе получает она наименование в качестве, ну, с одной стороны, конечно, непосредственного отсыла к сюжету Рождества и именуется так из параллели со звездою Вифлеема, которая, вставая над яслями, обозначает присутствие там спасителя. Вот сложный, скажем так, уже, да, образный ряд, который возникает у нас в рамках проскомедии, которая, как мы видим, от самого бытового уже получила развитие к сложному и достаточно наполненному аллегориями и дополнительными смыслами действия. Собственно, фрагмент Евангелия от Матфея, можем к нему обратиться, это вторая глава с девятого стиха, сюжет про волхвов. На моменте, когда священнослужитель поставляет звездицу на дискос, звучат собственно слова из этого же евангельского фрагмента. Далее, для того, чтобы из просфоры нам изымать соответствующие части, нам необходимо копье. То есть, это треугольной формы нож с деревянной, как правило, ручкой, который может отличаться по размерам. Как правило, в практике существует большое и малое копье. Большое используется для изъятия из просфоры агнца. Малое используется для изъятия из других просфор каких-то малых частей. То есть, собственно, либо тех, которые будут посвящены богородицы и святым и расположатся вокруг агнца, либо маленьких частичек из, собственно, малых просфор, из которых будут изыматься фрагменты в память тех или иных живых или усопших христиан. Копье также имеет совершенно однозначную евангельскую параллель. Даже, правильно сказать, так, этих параллелей две. Это параллель ветхозаветная с жертвенным ножом, который использовался для заколания агнца в соответствующем ветхозаветном ритуале, но и, во-первых, и главных параллель новозаветная, когда мы обращаемся к евангельскому фрагменту, ну, например, из Евангелия от Иоанна, который повествует нам о прободении ребра Христова. Обратимся к тексту. Это, собственно, 19 глава с 31 стиха. Но так, как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра и тотчас и стекла кровь и вода. Замечу, что копье используется, как мы уже сказали, во-первых, для вырезания агнца из просфоры, но также оно используется для надрезания его крестообразно с тыльной стороны для дальнейшего его разделения к причастию, а также в рамках момента, когда агнец изъят и поставлен на дискос, священник, взяв копье, прободает агнец с левого верхнего угла с чтением именно 34 стиха, то есть один из воинов копьем пронзил ему ребра и тотчас и стекла кровь и вода, то есть в проскомидии мы видим обращение к двум основным сюжетам, это Рождество Христово и это крестные страдания спасителя. Собственно на этом моменте после прободания агнца благословляется вот как раз тот самый сосуд с вином и водою и оно изливается в потир. Также в этот момент на жертвеннике как правило уже находится но еще не используется такой евхаристический сосуд как лжица. Он будет необходим нам собственно на этапе причастия, однако собственно в набор или комплект евхаристических сосудов он обязательно входит. Связано это с тем что причастие в православной традиции преподаваемое под двумя видами каждому то есть собственно нужно заметить что в христианской традиции по разному осуществлялась данная практика и например долгое время на западе причастие клириков происходило под двумя видами то есть от тела и крови христовой а причастие мирян только под одним только от тела в то время как традиционно православная церковь подчеркивает что перед лицом таинства таинств перед лицом христа преподаваемого верным нет разницы между клириком и мирянином мы причащаемся одного и того же тела и одной и той же крови соответственно для того чтобы преподавать кровь христову необходима та или иная конкретная форма тот или иной механизм который как раз обрастет тем или иным ритуалом вот соответственно с преподанием причастия в церкви с течением времени произошел серьезный ну скажем так переосмысление может даже сказать наверное и перелом до константиновской эпохи и в начале ее мы видим что верным причастие преподается телом в руки а кровью чаша преподается к испитию из нее более того верные как правило принимая тело христово в руки делили его причащаясь частью а часть унося с собой по той простой причине что во первых эти собрания были как правило только ежевоскресными люди могли иметь желание благочестивое причащаться и в дни будние во вторых эта ситуация церкви находившейся в гонениях и соответственно христианин вообще не имел уверенности придет ли он в следующее воскресенье на это собрание или оно к тому моменту времени будет разогнано а может быть и его жизнь за эту неделю уже подвергнется опасности и поэтому хранил причастие на дому для того чтобы всегда иметь возможность приобщиться к телу христову кровь христова в традиции как правило никогда не сохранялась более того есть даже очень однозначные предписания не хранить ее ни в какой момент времени хотя понятно что дальнейшая практика тоже может быть различной так вот христианин как правило причащался одной частью вторую уносил с собой и далее испивал из чаши замечу что и в плане практики испития из чаши существовало два подхода можно было либо отпевать непосредственно через край сейчас таким образом причащаются клирики либо же есть очень для нас наверное экстравагантный как нам кажется способ но описанный в святоотической литературе например он встречается у святителя Василия Великого когда для причастия использовалась специальная трубочка каламус то есть у каждого она была индивидуальной это соответственно выглядело достаточно гигиенично и каждый через трубочку причащался из общей чаши с течением времени эта практика как-то вот ушла из церковного обихода но где-то около шестого века ввиду серьезного изменения в составе христианских общин становится понятно что преподавать причастие в руки ну скажем так достаточно пастырски неосмотрительно скажем понизился уровень благочестия в среде мирян и стали появляться прецеденты когда тело христова вдруг начали использовать для каких-то совершенно неподобных целей ну то есть как великую реликвию как то что с точки зрения ну вот такой примитивно пошлой магической никак с христианством не соотносящейся воспринималось как великую силу ей можно пользоваться для достижения каких-нибудь великих результатов то есть тело христова начали использовать в магических целях и обрядах для того чтобы этого не допустить стало понятно что преподавать причастие в руки больше не стоит таким образом и возникает лжица как евхаристический сосуд то есть если до этого причащались под двумя видами раздельно то есть отдельно тело и отдельно крови то теперь эти виды смешиваются это получает кстати свое богословское также обоснование то есть тело христово конечно напитано кровью более того эта кровь теплая потому что христа мы причащаемся не мертвого а живого воскресшего и действенного в принципе нельзя спорить такую богословскую позицию и таким образом вот это соединенное причастие будучи уже соединено с жидкостью требовало какого-то дополнительного сосуда вот таким образом евхаристическая лжица и появляется замечу что в ряде обрядов ну например том же самом западе или дохалкидонском востоке такого литургического сосуда нет завершая проскомидию то есть собственно вот мы изъяли агнец кстати замечу агнец изымается с чтением соответствующего фрагмента из 53 главы пророка Исаии давайте обратимся к этому тексту вся 53 глава рассказывает о отроке господнем или о рабе господнем о некой совершенно уникальной фигуре которая играет роль не только в истории Израиля но в истории всего человечества собственно отцы церкви и самые ранние церковные авторы однозначно видят здесь упоминание о Христе и данный фрагмент называют ветхозаветным Евангелием обратимся к фрагменту из 53 главы это 7 и 8 стихи вот в принципе на каждый из фрагментов этого чтения священнослужитель отрезает одну сторону просфоры или же в более возможно верной практике не отрезает а надрезает внутри просфоры если он желает вынуть агнец оттуда конечно более простая практика предполагает просто отрезание лишних частей и соответственно то что останется вот агнец и есть и так на каждую из сторон звучит свой фрагмент из этих двух стихов и когда отрезается нижняя часть собственно от уз и суда он был взят но рот его кто изъяснит он отторгнут от земли живых вот собственно этот фрагмент звучит в данный моменте далее агничная часть будет надрезана как мы уже сказали с нижней стороны к тому чтобы впоследствии удобно разделить этот агнец для причастия после того как он будет поставлен на диск вокруг него появятся частицы посвященные богородице девяти чинам святых частицы о живых и частицы о усопших все это достаточно нормализовано в тексте проскомедии вплоть до того что там присутствует изображение как эти частицы должны располагаться на дискосе здесь присутствует очень серьезная богословская идея частицы вокруг агнца на дискосе символизируют собою полноту церкви как тело Христова центром ее является агнец то есть собственно Христос преподаваемый верным он окружен как сонмом святых то есть вот они Богородица и те самые чины святых так и сонмом всех остальных верных как живых так и усопших то есть это совершенно конкретная иллюстрация очень серьезной богословской идеи и так когда у нас все частицы расположены на дискосе а соответственно вино влито в потир наступает момент покрывания даров то есть для этого используется воздух то есть соответствующие фрагменты ткани как правило в современной практике мы различаем воздух и покровцы то есть малые можно сказать воздухи то есть фрагменты которые будут полагаться отдельно на дискос и отдельно на потир они либо квадратной формы либо крестообразной и большой воздух который собственно покрывает все это сверху название свое он точно такое же имеет и в греческой традиции там он называется собственно воздух и происходит оно из последующей практики собственно у одного из церковных авторов мы видим как он соотносит движение данным платом в момент чтения символа веры с производимым движением воздуха то есть вот он движется как покров воздушный поэтому такое название он и получает замечу что в современной практике эти ткани достаточно небольшого размера ну то есть они функциональны существуют они ровно по одной простой причине необходимо в жарком в общем-то климате в котором все это возникает в средиземноморском предохранить хлеб и вино от насекомых для этого собственно они и накрываются данными тканями чтобы полностью закрыть к ним любой такого рода доступ древние воздухи замечу были исключительно большого размера современный воздух как правило в длину порядка 40 ну максимум 60 сантиметров вы можете например в историческом музее в гиме увидеть на первом этаже совершенно удивительный экспонат он называется суздальский воздух он использовался в рамках собственно литургии на нем изображена сцена причастия апостолов Христос причащает телом Петра причащает кровью Павла и его длина порядка полутора тире двух метров вот такого рода воздухи были совершенно традиционны для древней церкви и ушли из обихода достаточно поздно то есть вот вы видите что и в обиходе русских церквей они тоже вполне себе существовали вы можете заметить это на определенных например фресковых сюжетах когда мы видим как например ангельские чины сопутствует священнослужителям участвуют в великом входе это достаточно распространенная фреска и там кто-то несет репиды кто-то несет собственно дары и наверняка будет ангел символизирующий диакона с огромным воздухом на плече который в сложенном виде свисает вот буквально во всю длину его тела конечно с течением времени такого рода воздухи за прагматическим неудобством из церковной жизни ушли но остался один такой воздух который используется в практике до сих пор более того который вы видели абсолютно однозначно это плащаница вот используемая в рамках великой пятницы ну или например в ряде храмов существуют богородичные плащаницы в дни успения богородицы используемые она восходит именно к традиционной форме воздуха изначально именно они полагались в этот день для поклонения верующих как правило потому что имели и соответствующие рода сюжеты вышитые на себя повторюсь в современной практике воздух так не выглядит он значительно меньше но мы наблюдаем что за архиерейскими богослужениями время от времени воздухи возникают все больше вполне возможно мы увидим как эта традиция возродится ну и как мы уже с вами говорили в начале сегодняшней лекции мы все имеем то или иное участие в проскомедии когда пишем туда какие-то записки с именами наших живых и усопших и напоминаю о том что это на самом деле важная церковная практика и практика освященная древностью и святоотеческим авторитетом безусловно для своего момента времени никто не писал никаких записок ввиду в том числе определенного уровня грамотности но тем не менее подавая то или иное приношение просил молиться о определенных совершенно людях и нормативность и полезность данной практики хочу просто подтвердить двумя святоотеческими цитатами так например у святителя Кирилла Иерусалимского мы читаем потом молим о представившихся святых отцах и епископах и вообще о всех из нас прежде почивших веруя что великая польза будет душам о которых приносится моление когда предлагается святая и страшная жертва святитель Иоанн Златоуст говорит не напрасно установили апостолы чтобы при совершении страшных тайн поминать усопших они знали что от этого много им выгоды и много пользы когда весь народ и священный лик стоят с воздеянием рук и когда предлежит страшная жертва то как не умолить Бога о них таким образом хотя сейчас мы с вами не приносим хлеб и вино а опосредованно участвуем в проскомидии тем не менее и такое опосредованное участие безусловно приносит совершенно однозначную пользу и нам и тем живым и тем усопших о которых мы молимся внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры 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 субтитры